я специально не даю ни единого совета манипулятивного ну к примеру он дон кихот она штирлиц как и так изобразить из себя дюму чтобы ему стало хорошо а как ему из себя изобразить достоевского чтобы ей стало хорошо такого не бывает то есть невозможно невозможно дать того чего у вас нет нужно отказаться от этой идеи манипуляции я очень как это корю социоников которые позволяют себе давать такие манипулятивные советы но на манипуляции долго не протянешь даже если вам удастся где-то что-то изобразить вы обнадеживаете человека о так он может если хочет нет он все силы положил на то чтобы смочь один раз и больше так не будет то что вы лучше поймете социотипы друг друга не означает что вы теперь сможете стать друг другу больше похожими на дуалов там вот как то так то есть не будет такого вы просто больше поймете друг друга . а изображать другой социотип не нужно поэтому все вопросы такие моменты то есть ответы манипулятивного характера я просто не буду давать это не не экологично это не здорово в итоге скажется на отношениях самый простой и лучший метод которым пользуюсь лично я лично в своих отношениях и уже несколько лет это в один момент решать одну конкретную проблему не упоминая предыдущие даже если она эта проблема очень похожа на предыдущие это очень трудно это очень психически хочется сделать почему потому что ты таким образом усиливаешь как будто свои аргументы ты сейчас не прав к тому же ты был не прав еще и тогда и тогда и тогда поэтому ты в десяток в десятки раз больше не прав то есть как будто мы набираем вес видишь ты же и тогда тоже то же самое делал и вот теперь смотри короче я накопил какие сильные аргументы против тебя вспомнив четверг пятницу и среду еще с прошлого месяца но что мы таким образом делаем мы не даем человеку меняться мы как бы как там есть какая-то поговорка типа разговаривая с человеком как со свиньей на третий раз он захрюкает но что-то такое то есть таким образом да мы не позволяем человеку стать новым то есть он может быть и хотел бы даже уже поменяться и сделать иначе и капая каждый раз да вот каждый микро конфликте каждая вот это подал приговорка что с одной стороны что с другой стороны это все люди такое любят и я когда-то любил пока не осознал приводит к тому что человек консервируется потому что ну все ты хочешь чтобы я был перед тобой таким окей хорошо тем более это очень понижает мотивацию меня то есть человек видит что блин да я этот раз уже хотел поменяться или я готов вот сейчас уже измениться но мне приводят аргументы что я не менялся первый четвертый пятый раз значит как бы и человек сам уже разуверивается он думает ну да я наверное и на этот раз не справлюсь и человек говорит да ты всегда плохой вот ты снова повторил ошибку вместо того чтобы сказать я надеюсь я верю тебя у тебя на этот раз получится то есть а насколько бы эта фраза по-другому подействовала окрылила и более того почему мы любим родительные не знаю у кого какие родители да мне наверное повезло с родителями но вот хорошие родители это те которые говорят сыну или дочери молодец ничего страшного у тебя все получится в следующий раз обязательно получится несмотря на то что ребенок не умеет ходить и падал 10 раз до этого родители же не говорит что ребенок но не умеет ходить упал 10 раз он говорит то ты прошлый раз упал еще упал и тут упал забей может даже не вставать уже даже на колени не вставай все равно ничего тебе не получится но тогда никто из нас не научился ходить вот и фишка хороших родителей в том что они говорят не ах ты ж такой-сякой снова за свое они говорят о ну хорошо но вот на сей раз у тебя точно получится то есть это очень важный момент то есть когда мы решаем текущую данную проблему вот конкретно сейчас там я не знаю на отдыхе там кто-то что-то упустил не проконтролировал или опоздал кто-то но не важно что произошло важно не вспоминать что этот человек еще 150 раз до этого опоздал просто данной конкретной ситуации там вот произошло опоздание все помнят что прошлые разы были опоздание все знают что никто это не забыл но то что об этом не упоминают это еще более драгоценно все знают что там светлана допустим опаздывал но про это перестали упоминать блин это же приятно то человек знает но не говорит и уже как бы совершенно другое другое отношение может быть и это очень психотерапевтично потому что из-за чего усиливаются все психозы неврозы и ну всякие даже психические нездоровое состояние из-за того что человек не опирается на реальность решать не текущую проблему а для него становится более важным прошлое а прошлое не существует его нет вот поэтому это очень вредно для психики и своей и другого человека решать не текущую проблему а прошлое в связи с этим я еще вернусь к теме психоанализа я не провожу психоанализ поэтому я буду только рекомендовать это поэтому третий ответ на вопрос на что можно пойти на какие уступки чтобы не тянуть старые обиды третий ответ это отдельно поработать с психоаналитиком это просто рекомендация это я не даю вам диагнозы никакие то есть но в моем представлении психоанализ это просто офигенная полезная штука которая позволяет лучше понимать себя свои мотивы свои поступки увидеть со стороны как бы карту твоего мышления то есть где она логичная а где она абсолютно нелогичная где ты опираешься не на реальность она какие-то свои представления вымышленность какую-то и кстати я тоже постоянно прохожу не постоянно грешу но прохожу психоанализ психоанализ и как бы стараюсь следить за тем чем это происходит как построить гармоничные отношения когда тебя игнорируют или постоянно навязывают свою точку зрения если по простому и вкратце то никак вот если игнорируют это самое болезненное хуже чем даже материться лучше лучше материться чем игнорировать потому что игнорирование это самое болезненное это очень больно когда игнор или постоянно навязывают навязывают именно если навязывают точку зрения да то никак то есть отношения подразумевают уважение означает не игнорирование и не навязывание то есть я не желаю сделать из кого-то кого-то другого вот поэтому если вот так то никак вот нету тогда в отношении судьбы но тогда я что хочу сказать для того кто игнорирует и навязывает свою точку зрения нет перспективы не только в этих отношениях и во всех других отношениях поэтому все приехали можно посмотреть в чем конкретно заключается игнор в чем навязывается точка зрения но если эти элементы присутствуют то это означает что человек сам не дает себе быть самостоятельным он привык к навязыванию не считая не привык к тому что есть понятие личность нет понятия зрелость и не дает другому быть зрелым как бы не признает его зрелости поэтому имеет как награждает себя правом быть навязывающим навязывать что в здравом рассудке никто не хочет отношений где нету второй личности я сейчас немножко можно минутку философии то есть сам по себе тот момент что есть второй человек вот есть один и второй уже подразумевает что это две личности и они будут конфликтовать даже одна личность порой конфликтует сама с собой а когда их две там гораздо больше чем два повода конфликтовать то есть в этой ситуации когда есть двое и больше очень важно понимать что само по себе появление двух это уже конфликт то есть когда мы не даем право другому человеку выражать вот эту свою индивидуальность мы таким образом просто посягаем на свободу и это не интересные отношения то есть в итоге давайте немножко утрируем этот пример усугубим доведем до абсурда и посмотрим что будет если мы постоянно будем навязывать свою точку зрения мы поглотим эту личность своей личностью и все что останется от нее это ноль то есть будет только наша личность и вторая точно такая же и отношения потеряют всякий вкус а отношения вкусные благодаря тому что они полярные и на этой полярности как черное и белое и янь это вкусно это интересно смотреть это сочно все фильмы построены на том что какой-то контраст происходит постоянно в сюжете и в картинке если будут навязываться какие-то идеи то неизбежно отношения просто сотрудца это будет не интересные отношения даже для того кто сначала получал удовольствие от навязывания своих точек зрения как во время конфликта то есть вопрос посвящен моменту когда все закипели как во время конфликта не потерять себя и не наломать дров еще больше тут мы уже выходим из плоскости профилактики и погружаемся в плоскость экстрима до когда уже все трубы горят все рвется до взрывы происходят что делать самый лучший совет ничего не делать то есть главное в этот момент никаких решений не принимать или даже если они как бы принимались игнорировать их ну потому что ну какие могут быть решения если ты в гневе разум полностью потерян в этот момент то есть если кто-то там чего-то наобещал будучи при этом абсолютно с красными глазами вспотевший да и орущий на это можно всерьез не реагировать потому что говорил не он за него говорила что-то другое вот какая-то темная сторона первый момент который сложен возможно будет для каждого из вас постараться не перебивать и слушать я понимаю что этот совет он настолько банален и прост что даже стыдно говорить мне сейчас при вас мне стыдно это говорить но над по факту даже я понимаю это очень часто могу не следовать этому правилу до забываешь просто очень важно это напоминать в момент конфликта всегда есть несколько стадий первая стадия вы должны просто для себя это как бы галочку пометить первая стадия это нужно выпустить эмоции и на эмоции не нужно отвечать никак они просто должны быть выпущены и важно услышать что пока говорится что-то очень эмоционально не важно логичная составляющая ее там ну считайте что ее там нет просто кто-то орет не важно что он орет важно то что он выпускает но в этот момент свою эмоцию вот пусть эта фаза пройдет у одного у второго окей но желательно конечно чтобы ребенка рядом не было парить и там в свое удовольствие вот и здесь это не момент принятия решений то есть если каждый из вас понимает что сейчас не важно что мы говорим важно просто сам факт вот это эмоционального выплеска уже потом проще как бы отдельно от крика после этого сесть и такие немножко вздохнув начать разбираться то есть это нужно очень отделить если потом вы видите что диалог снова приобретает черты ну разбухает снова надо откладывать решение то есть когда наступает война то есть эмоции негативной агрессии это всегда война а в войне не бывает победителей неважно кто в этот момент кричит все это война это значит оба проиграли потому что решения будут приняты неразумны вот то есть первый момент это больше слушать и отвечать по очереди это то что самое трудное без этого просто она не едет и второй момент это отвечать когда спрашивают и говорить только тогда когда готовы слушать это так примитивно что казалось бы елки-палки но на практике только так это работает и ну как бы говорю как сам стараюсь делать до отвечать когда спрашивают не отвечать когда не спрашивают и говорить тогда когда готовы слушать и если не мы видим не готов человек воспринимать это значит что надо дать ему дальше вы говорится то есть если он снова перебивает это значит он еще не выговорился поэтому надо дать человеку это это заснует требует терпения то есть человек будет говорить говорить ты уже думаешь блин так как даже тв останови до сих пор говорит мне уже ехать на дно но он говорит и говорит или она говорит и говорит вот а пока не вы говорите тот диалог это и не произойдет на самом деле когда вы получите подкрепление положительным позитивным опытом когда это сработало вам обоим ставить легче и вы оба получите опыт что блин эти отношения поддаются ремонту то есть что-то здесь можно исправить если вы получите позитивный опыт вам станет интересно прогрессировать в налаживании конфликта и есть важный признак если очень хочется ответить прямо сейчас то это явный признак того что точно не нужно прямо сейчас отвечать от противоположного если кажется что я сейчас так скажу что вот она наконец поймет это верный признак что я сейчас скажу и сделаю только хуже и это работает в любую сторону так психика работает так нам кажется вот вот Продолжение следует...